8 сентября текущего года состоятся выборы главы нашей республики, а в Элисте будут выборы депутата Валестинского городского собрания. В связи с этим я обращаюсь ко всем неравнодушным и общественно активным гражданам России, проживающим в Калмыкии. Я располагаю достоверной информацией о том, что власти республики, нарушая закон и наплевав на все приличия, делают все, чтобы один из реальных кандидатов на должность главы РК не смог преодолеть муниципальный фильтр. Я считаю, что подобные действия властей недопустимы, незаконны, и они, в общем-то, подрывают у людей доверие к самим этим властям и вызывают апатию политическую, отбивают желание участвовать в выборах. Бату Хасиков, Некто Батгаев, Наталья Манжикова, Петр Вышкворак, Батер Мучаев, всех пригласил. И Намсыра Манжеева. Вот сейчас я вижу здесь только Намсыра Манжеева. Я не вижу. Бату Сергеевич, Вы где? Или Наталья Сергеевна, Вы где? Вы пришли на митинг? Я пригласил их для того, чтобы они пришли и здесь, глядя людям в глаза, сказали свое отношение к тому, что творится. Согласны ли они с тем, что депутатов местного уровня, совхозного или районного, надо заставлять подписываться за определенного кандидата и не разрешать подписываться за того кандидата, которого они считают ненужным. И вот отношения этих людей. Я через полчаса проверю лично. И если их не будет здесь, то, естественно, свою порцию негодования в социальных сетях и в моей газете они получат. А теперь я слово предоставляю своему коллеге, одному из организаторов этого митинга, Горяеву Аркадию Долановичу. Добрый день. Что хочу сказать насчет честных выборов. Я стою в футболке с портретом моего друга и соратника Айрата Дельмухамедова. Только за то, что он в прошлом году заявил о том, что будет баллотироваться в главе республики Башкортостан, его 14 марта по надуманному предлогу закрыли. И вот уже 4 месяца он находится в одиночной камере следственного изолятора в городе Уфа. Вот пример честных выборов. Что хочу еще сказать. Бату, между нами, говоря, всего лишь кремлевского марионетка, который будет прислуживать своему хозяину. Нам нужен реальный лидер, такой как Намсыр Манжиев, который наведет порядок, который имеет опыт в межбюджетных отношениях, который занимался нефтянкой. Посмотрите, только за прокачку нефти по КТК республика должна в год иметь 246 миллионов долларов. Это по международным стандартам. Нам же дают 2-3 автобуса, как туземца, бусы, и мы, задрав штаны, счастливо смеемся и радуемся. Нам нужен действительно рассчитанный хозяин, который наведет порядок в экономике, который создаст реальные рабочие места, чтобы наши дети не уезжали в Москву и не были там, извините, засранные унитазы. Наша молодежь очень талантливая, очень грамотная, и они уезжают, потому что здесь нету перспектив, здесь нету будущего. Что нам даст Бату Хасиков? Ничего. Это очередной пехотине, который привез варягов в лице Зайцева, Шмарцван и так далее. Сейчас, на сегодняшний день, долг республики 5,5 миллиардов. Я вам даю голову на течение, что через 5 лет они уедут, а долг у нас будет в пределах 12 или 15 миллиардов. И все это ляжет тяжелым временем на наши плечи. Вот такая нерадостная картина ожидает нас, если мы опять пойдем на поводу у Кремля. Я призываю вас, жителей республики Калмыкия, сделать осознанный выбор, проголосовать за реального кандидата. Это Мажива Намцыра Викторовича. Вы смотрели, небось, в интернете его, я не знаю, как назвать, прямые, наверное, пресс-конференции или встречи с избирателями, где он спокойно, аргументированно рассказывает о том, что он сделает на первых своих шагах, будучи главой. И знаете, его программа действительно покупает, она очень грамотная, взвешенная. Нам не нужны очередные популисты, и нас не надо, пожалуйста, просить дать опять кому-то шанс, понимаете? Мы не кролики и не овцы, чтобы народом постоянно проводили какие-то эксперименты или опыты. Ну, еще хочу в завершение сказать, мне попросили о таком уникальном явлении, как в якутском шамане Александре. Представляете, человек идет пешком, в Якутск, чтобы, как он заявляет, свергнуть Путина. И люди верят ему, вы знаете, сколько лайков, его буквально сопровождают из города в город. И недавно в Чеке он провел, я считаю, очень хороший такой митинг, я лично смотрел, думаю, что же скажет Саша Шама. Простые слова, но знаете, как он этот, разбудил людей, дал им веру и надежду. Так что, будем ждать Сашу, может и до нас дойдет, разбудит калмыцкий народ. Спасибо за внимание. Здравствуйте. Я, на самом деле, родом из Элисты, и... прожил здесь всю свою жизнь до окончания школы, уехал в 84-м году в Москву учиться. Ощущаю себя членом нашей общей родины, калмыгии. Поэтому мне не все равно, хотя я уже 35 лет не живу здесь. Я регулярно бываю здесь, и мне не безразлично все, что здесь происходит все эти годы, начиная с 93-го, когда выбрали Кирсана Люмжинова. Я присутствовал тогда, я знаком с ним, с Кирсаном, был здесь тогда, в 93-м году, после расстрела Белого дома. Встречался с... Я в то время учился в Нью-Йорке, и встречался там с Джабом Наминым Чебурхиновым. Вы знаете наверняка этого человека, человек, который поспособствовал тому, чтобы калмыки вернулись из ссылки в Сибирь. И он много мне рассказывал о том, как все происходило, что предшествовало депортации, что предшествовало потом о возврате им лично и вообще калмыцкой диаспорой за рубежом. В Монголии, в США, во Франции была проделана большая работа, чтобы люди вернулись обратно. Не произошло то, что произошло тогда, во время войны, когда автономия калмыкии была уничтожена. Вы помните прекрасно, что было тогда, когда калмыцкая автономия была уничтожена, территория нашла состав Астраханской губернии. И мы после возврата потеряли три своих района. И они до сих пор не возвращены, хотя было постановление Президиума Верховного Совета СССР о восстановлении калмыкии в границах. Вот. И все эти годы, что здесь правили люди из МГИМО, так скажем, я все это дело наблюдал. Естественно, мне это не нравилось. И, естественно, я каждый раз думал о том, каким образом нашей Родине помочь, что необходимо сделать. В данном случае я сейчас буду говорить в контексте темы. Тема у нас за честные выборы. Так вот, выборы, которые сейчас происходят во всей стране, не только в калмыкии, они на самом деле все лишены, к сожалению, выбора настоящего. Ни в одном регионе, ни в одном субъекте федерации то же самое сейчас в Москве происходит, то же самое в Башкирии. Да, про Башкирию говорили, да, про Ирата. То же самое происходит во всех регионах, где в ближайшие в сентябре будет проходить кампания избирательная, где будут выбирать либо глав субъектов федерации, либо в муниципальные собрания, в думы областные и так далее. Да, вот во всех регионах происходит везде одно и то же. В Москве я вот все эти дни был на митингах там каждый день. Ну, вы, наверное, видели это по телевизору, а я непосредственно там был. Каждый вечер в 7 часов и сегодня будет большой митинг. и все, что... И, кстати, я там должен был быть, но предпочел приехать сюда. Я вчера выехал в обед и вот только что буквально вот пришел с автобуса зашел. Ну, понятно, что мне важно, что происходит во всей стране, но особенно важно, что происходит в Калмыкии. Я знаю лично всех, ну, не всех, а основных кандидатов на должность главы республики. Знаю лично и Бату Хасикова и Намсыра Маджиева и знаю, что каждый из них думает и каким образом здесь предполагает строить свою работу по восстановлению, скажем так, республики. Я не скажу, что все было плохо в предыдущие годы. Конечно, там что-то было построено новое, да, хрул был новый построен. Но дело сейчас не в этом. Важно, чтобы мы, я имею в виду жители Калмыкии, ну, в большей степени вы, потому что вы живете здесь, я только приезжаю в гости, вы могли сами распоряжаться теми ресурсами, которые есть у нас. А у нас, на самом деле, богатая республика. Я разговаривал с главным геологом, бывшим главным геологом Калмыкии связи с разведкой Андреем Лембеевым. И по тем ресурсам, которые у нас есть, мы очень богатая республика. Поэтому я знаю точно, что у нас за те годы, которые прошли, мы потеряли наши ресурсы. Это, мне кажется, общеизвестный факт. Я думаю, что все это знают. Поголовье скота у нас уменьшилось в сотни раз. Что касается там нефтегазового комплекса, там он отчасти разрушен. То, что по нашей территории проходит транзит, вы знаете, наверное, да, КТК, у нас проходит транзит газа, нефти. И если вы сравните, например, с Украиной, наверное, Украина у всех на слуху, через них тоже проходит труба Газпрома. И большая часть бюджета этой страны формируется за счет платы Газпрома за транзит. Разница в том, что в Украине живет 60 миллионов человек, а у нас живет 1200 постоянно. Наверное, даже уже меньше. И многая часть сейчас в больших городах вокруг, плюс Москва, Питер, но многие уже за границей. Так вот, если бы мы получали не ту часть, которую мы сейчас получаем в качестве платы за транзит, у нас там от 5 до 10 процентов, а получали бы хотя бы 80. Уже одного этого было бы, по крайней мере, достаточно для того, чтобы многие проблемы, которые есть в республике, решить. Помимо этого, у нас есть достаточно большие ресурсы газовых месторождений. Они небольшие с точки зрения России, огромные, но они достаточные для нашей маленькой республики, для наших жителей. У нас есть нефть. Помимо нефти на территории, есть Каспийский шельф. Там достаточно большая, там очень большие, на самом деле, месторождения. Ну, вы знаете, что Баку, Азербайджан, который тоже находится на Каспийском море, обладает громадными запасами нефти. Я вас уверяю, что у нас не хуже. Плюс у нас есть большие территории, пастбищные, пахатные земли, которые сейчас не так, как нужно, используются, а могли бы использоваться лучше при правильном ведении хозяйства. Так вот, не говоря о том же, что нам, Сырманжиев, безусловно, более квалифицированный и капитентный в этом плане человек, как специалист и управленец, я сейчас даже не об этом. Это вообще даже не сравнивается. То есть сравнивать его с Бату-Хасиком невозможно, потому что Бату, я его знаю, он с точки зрения образования, скажем, получил не очень качественно. Учился на физиологии в 30-й институте. Поэтому, но с точки зрения даже того, что человек имеет опыт управленческий, я имею в виду, про Манг-Намсыра, сравнивать нельзя. Но даже дело не в этом. Сейчас его пытаются не допустить. Манг-Намсыра Манжиева, который реально является самым настоящим, действительным кандидатом, пытаются не допустить в качестве кандидата на выборы. И так власть поступает везде, во всех регионах. Тех кандидатов, которые представляют на самом деле действительный интерес для населения, то есть которые могут, могут и хотят сделать, власть их пытается не допустить. В Москве, вы знаете, не допустили практически всех кандидатов, которые не зарегистрировали в качестве кандидатов практически всех тех, кто действительно мог стать депутатом Мосгордумы. То же самое здесь. Намсыра не пропускают, ну пытаются по крайней мере не пропустить, используя так называемый муниципальный фильтр. Муниципальный фильтр, чтобы вам было понятно, это придуманная властью такая фишка, когда человеку, который хочет стать кандидатом, необходимо собрать в 11 районах подписи муниципальных. В 11. А всего у нас районов, включая листу, 13 районов и листа. Всего 14. Так вот, люди Хасикова 12 июня в выходной день объехали пять районов силой, где-то силой, где-то уговорами, где-то шантажом, заставили всех муниципальных депутатов отдать свои подписи в пользу Хасикова. тем самым не дав возможность другим кандидатам в принципе даже зарегистрироваться. Ну вы понимаете, да? 14 минус 5 это уже сколько? 9. 9, да? А надо собрать в 11. То есть даже для того, чтобы просто зарегистрироваться кандидатом, уже на этапе регистрации человеку, желающему изменить что-то в республике, по крайней мере поучаствовать в выборах, ему уже на этом этапе ставят барьер. Это придуманная властью фишка, которая до сих пор действовала во всех регионах. Как только кандидат представляет собой силу, и вот тут же пытаются на этапе фильтра отсечь, так, чтобы у него даже не было возможностей. То есть власть боится, да, власть боится, что люди будут голосовать за того кандидата, который действительно будет делать что-то. А власть в Саразии хочет, чтобы в регионах во всех была марионетка. Так же, как в Палмыкии. Батухасиков это марионетка, вы должны это понимать. Он не имеет собственной линии поведения. Все, что он делает, это то, что ему говорит Москва. Потому что Москва это митрополия. Вы не обманываетесь словами, когда говорят, что у нас Российская Федерация. У нас не Федерация. У нас Империя. Потому что в Федерации каждый субъект имеет суверенитет. То есть он сам принимает решение, кто будет его руководителем и кто будет в качестве законодательного органа. А у нас, вы знаете, это не так. У нас император слэш президент назначает наместника, который будет выполнять его волю. Вот это то, что у нас хотят сделать. Но я уверен, что мы, мы, жители Калмахи, я имею в виду, не допустим этого. регламент не устанавливали, потому что это митинг, не собрание, не конференция. Но тем не менее я попрошу бы всех желающих выступить, говорить покороче и говорить именно по делу. Вот у меня, я немного отвлекусь как ведущий, вы видите, что у меня написано на плакате. Я сам придумал этот текст и я хотел бы получить ответ на этот вопрос от самого Бату. Но я вот смотрю, смотрю, а Бату Сергеевич видимо проигнорировал этот митинг. Тогда я вот довожу до сведения всех присутствующих. Я опубликую это сначала в Фейсбуке, Вконтакте, а потом опубликую это в своей газете. Потому что я считаю, что общественность республики, избиратели республики должны от него лично, из его уст услышать ответ вот на этот вопрос. А теперь я предоставляю слово Перве Миндяеву, блогеру. Добрый день, земляки. я хотел начать свое выступление с вопроса. Вот признайтесь честно, вот поднимите руку, да, те, кто верил, что вот будущие выборы будут абсолютно честными. Поднимите руку. Вот один человек, он верит в абсолютную честность будущих. несколько человек, ну понятно, хоть два-три человека у нас верят в то, что выборы будут честными. Это уже хорошо, это значит кто-то не зря получает деньги в государственных структурах, это замечательно. Хочу сказать следующее, что огромное большинство все-таки тех, кто сейчас присутствует здесь, прекрасно понимает, что выборы будут не совсем честными. Что значит не совсем честными. Формально по многим позициям выборы вроде бы соответствуют законодательству. Попробуйте пойти в суд и судьи вам там докажут абсолютно точно, что нет никаких оснований предъявлять претензии. Все замечательно, все по закону, идите спокойно спите, как говорится в Багдаде все спокойно. Возможно это и так. Почему? Потому что на самом деле действительно, вот я много слушаю и выступлений оппозиции и чаще всего звучит следующее заявление, да, мною достоверно установлено. На самом деле ничего достоверно, к сожалению. Что значит достоверно? Это значит, когда здесь стоит свидетель. Вот стоят люди, допустим, целой толпой депутаты и говорят, меня там силком снасиловали, заставили за потух Асикова выступить. К сожалению, мы не видим ни одного депутата. Есть один депутат, который скажет, что на сегодняшний день со мной вот так поступили. Находится один, два, три человека, которые берут на себя смелость за тех депутатов прийти сюда, выступить, сказать людям то, чего сами депутаты сказать. То ли боятся, то ли стесняются. Ну, может быть, и такое, потому что нельзя говорить сразу, что все боятся. Есть люди, которые не любят публичности. Возьмем мы такой вариант. Но если мы будем смотреть все-таки правде в глаза, на сегодняшний день у нас нет никакой гражданской позиции в республике. У нас нет сегодня той, как бы сказать, духовной элиты, которая бы могла формировать эту позицию у населения. К сожалению, это так. Люди, которые говорили, что тут придут 10 тысяч, 20 тысяч, там, какое-то будет изменение. Возможно, это и будет. Но для того, чтобы это началось, нужно что? Нужно в первую очередь начинать головой работать, думать, создавать какие-то программы, какие-то условия, то есть делать что-то. Потому что, сколько бы мы ни говорили, 5 лет назад была та же самая история. Я думаю, кто может не знает, я думаю, что точно так же приходили, точно так же кричали, точно так же был недопущен депутат, который мог, а потом судьба его была достаточно сложная, ну, в смысле, кандидат. Не прошел он никуда. Потом его засудили, потом его загнали. Я надеюсь, что у нам сыра Манжиева хватит ума, так сказать, выкрутиться, уйти, не повторить судьбу. Но стопроцентной гарантии, я понимаю, так, что никто из нас за благополучие нам сыра Манжиева дать не сможет. Это большая проблема. И то, что вот расправились с первым, так сказать, человеком, который полез не на свое место, что будут уже строить козни против нам сыра Манжиева, это говорит о чем? Это говорит о том, что создается такая система, сиди, не вякай, да, не вылазь никуда, не говори ничего, иди прямо так, и будет тебе, так сказать, счастья не будет, но, во всяком случае, плохо не будет тебе. А если будешь высовываться, вот смотри, посадят там на Цакова, завтра мы посадим нам сыра Манжиева, и будет нам здесь абсолютно тихо, спокойствие, благодать. Понятно, что, как говорил тот же самый нам сыр Манжиев в своем выступлении, что Бог с ними, да, лишь бы было бы хорошо, если бы работа шла, действительно, двигалась, если бы мы видели, что с утра до вечера, ну, в смысле, люди действительно работают. Сейчас выборный период, конечно, что-то делается. Я хочу сказать, что приехала в последнее время там министров столько, сколько за весь период не приезжала работа Орловой. Это, конечно, хорошо. Но в то же время, вот то, что происходит с выборами, это нас всех не может не волновать. И вкратце я хотел в конце сказать следующее, я все-таки обратился бы ко всем депутатам, вот сейчас, всех муниципальных образований, дать информацию о том, вот я думаю, что ваша газета могла бы стать тем источником той информации, которая, пусть люди просто напишут ваш адрес, когда и за кого они отдали свой голос. И вот этой базы уже будет достаточно, если мы увидим, что там 30 депутатов какого-то района в один день подали за Батуха, или там за нотариум Манжикову, или же там за вышпарка, это уже материал, которым можно идти куда. Хоть в суд, хоть здесь, но выступая перед, на следующем митинге, можно сказать, вот смотрите, вот это действительно достоверно установленный фанк. Спасибо. Спасибо. Впервые. Сейчас слово просит Адуча Ирнеев из Целинного района. Он был депутатом Целинного райсовета от партии, по-моему, коммунисты России. Сам сложил в этом году полномочия в пользу того, кто стоял у него сзади, за ним. То есть у них было там джентльменское соглашение. Человек отработал два года депутатом, сложил полномочия и уступил место следующему. Я думаю, это очень хорошая практика, вот они у себя в Целинном районе так сделали. Но сам Адуча человек очень активный, он член исполкома нашего съезда Айрат-Калмыцкого народа, просит слово для выступления. Миндет, Миндет, Манахалемгет. Приветствую всех жителей гордые листы, ну и наверное с района тут есть жители Калмыкии. Что я хотел сказать, вот мы народ Калмыкии очень чересчур, вернее сказать, народы Калмыкии, уже проживающие здесь, очень сильно доверчивые всегда. Значит, уже третий ставленник, скажем так, Кремля приходит к нам и обещает разные блага, что он будет по-другому работать, он прекрасно все сделает. И мы верим. А что на самом деле получается? На самом деле получается, что, вот я хотел именно как раз по теме сказать, что попираются наши права, права наших жителей Калмыкии. Почему? В чем это заключается? В Конституции Российской Федерации, это основной закон Конституции Российской Федерации, там прописано, что каждый гражданин имеет право избирать и быть избранным. Значит, мы, как любой гражданин, имеем право участвовать в любых выборах. Либо кандидатом, либо принимать просто участие, голосовать. Нас такое право лишают. Я считаю, именно эти главы, я хочу сказать, что вот эта новая власть, скажем, сейчас в лице Хасикова Бату Сергеевича, лично я его не хочу сказать, что я его хорошо, конечно, не знаю, но знаю только, что он как вот смотрел за ним, болел, переживал, когда он бился на ринге, болел. Вот. Хочу сказать, что вот они неправильно сейчас начинают. Я не знаю, там есть у него команду набрал, там есть и достойные ребята есть, но есть и которые ему, видимо, навязались с Москвы, видим там лице Зайцева, там Шварцберг, ну это ладно, это бог ему судья, время покажет. Вот. Значит, они начинают с чего? Опять нарушение закона, опять попирание наших прав. Вот почему? Кто им позволяет такие вещи творить? Может быть, то, что он ставник Кремля, как вот тут Аркадий Горяев сказал, ставник Путина, ему это позволяет нарушать закон? Почему? Когда Панфилова дает, отсылает сюда письмо, чтобы рассмотрели вопросы по фильтрам в сторону уменьшения, чтобы разрешили само выдвижение, у нас, значит, проигнорировали это. Мало того, Казачко делает что? Реверанс такой. Он, значит, отправляет Бату Хасикову, чтобы Хасиков написал, значит, обращение в Урал, а ему, видимо, сказали, не вздумай это делать. И все, чисто подставляет Хасикова. Я понимаю, Хасикова в этом политике, политическом вопросе, он еще не опытный. Но я понимаю, есть же у него советников, он нам набрал там кучу советников, помощников, почему никто не подсказал. Или это специально делается? Я считаю, самое главное зло это у нас Казачко, председатель собрания депутатов. Сколько лет он же сидит, сколько ему лет? Я считаю, это враг как и Орлов, Кирсан, Кобзотов. Это люди, которые решили, значит, с нами не считаться. Как хотим, мы власть, мы хотим, что и то и творим. Как это так можно? Поэтому я считаю, я призываю всех, я не боюсь этого слова, я призываю вас, говорите всем, в следующий раз, если пройдут вот эти нечестные выборы, я призываю вас собираться не здесь, а на площади, как бывало, начало 2000-х года, там собраться нам, около администрации, пригласить их и спросить их, на каком основании нарушается, получается, что вы, народ, должны соблюдать эти законы, Конституцию, а им, значит, разрешено нарушать. Это как понимать? Кто они такие? Получается, это бандитская власть. Это беззаконность самонатуральна. Какое имеют они моральное право сами законы принимают и сами же нарушают. Поэтому я призываю всех, жителей Калмыкии, не только города Листы, всех собраться на этой площади около администрации главы и там провести большой митинг, пригласить всех их и спросить. И также я обращаюсь к правоохранительным органам. Вы должны не ждать, когда народ поднимется и на счет все крушить, извиняюсь, конечно, это не хотелось бы. Чтобы вы согласно закону потребовали с этих людей соблюдать закон. Закон Российской Федерации. Если закон не соответствует, значит, он должен быть отменен. А наш хурал принимает такие законы, которые вообще не соответствуют Конституции Российской Федерации. Значит, его нам надо отменять или приводить в соответствии. Да, хурал вообще надо. Я не знаю, кто там сидят. Наверное, инопланетяне, я так понимаю. Мы выбираем этих депутатов, надеемся на них. Ага, Мана кунгират, наш сельчанин, наш там брат, сват, да, а он приходит и плевать он хотел на нас. Сидит там свои там меркантильные интересы решает или боится, что его с работы попрут. А о своих родных, близких, друзьях он не заботится. Ему наплевать. Вот сегодня он живет, там пять лет он будет депутатом, ему достаточно. Таких много. Хадемгут дала сидят 70-80%. А что они сделали для калмыкина, надо спросить. Что сделано? Это твари натуральные, я не побоюсь этого слова. Пускай хоть куда полетят. Это твари натуральные. Ползучие твари. Я говорю, надо уже братца, хабочина. Вот хаску повесил, рекламу. Цагайрыл. Это наша реклама. Мы еще в 10-м году, когда здесь в Бороне написали, это Цагайрыл. Вот именно Цагайрыл. Хватит с этим мириться. Бороться надо за свою жизнь. Я просто еще раз хочу сказать такие слова. Мне дважды в жизни говорили люди посторонние, ни одна неживущая, ни житель нашей колбыки. Когда я у друга мы справляли как-то день рождения, как у нас так называют, пьяная улица, да? Ну, как-то он пригласил нас туда, мы там четверо друзей сидели. Я помню. Там был Курт, который шашлыки жарил. Очень грамотный смотрю. Ну, я пригласил, говорю, сядь, ты откуда, туда, сюда. Оказывается, Курт. Он там поздравил нашего друга и потом еще попросил слово. можно я скажу о вас, калмыках, о республике? Я говорю, ради бога, надо же интересно, что человек думает, человек со стороны. И вот он сказал такие вещи, которые у меня действительно в душу упали. Он говорит, мы курды, народ 20 миллионов по всему миру живет, но мы не имеем республики. Не имеем республики. Я знаю, где мой дед похоронен, но мы не можем туда прийти ему на могилу. У меня отец в другой стране похоронен, мы тоже туда не можем прийти. И я не знаю, мне больно становится, а он тоже уже не молодой, я не знаю, где меня похоронят и смогут ли на мою могилу прийти мои дети. Вот это самое страшное. А вы калмыки, манкая нация, и вы имеете свою республику, это дом ваш, за нее надо бороться, драться надо, а не сидеть так, а, там кто-то решит, госка людей, сто или двести человек решит эту проблему. Нет, не решим так, только хамдан, хамдан, только мы можем решить это дело. Еще один товарищ приюл, за что залетный он ехал, но меня знает, авария у него тут случилась, позвонил мне, я ночь и ночь прибежал, помог ему устроиться в гостинице, с гаишниками там решить, потому что не его вина была. Вот, и как-то вечером он вынужден был 3-4 дня задержаться, и вечером он как-то прогулялся, сам решил прогуляться, и потом наследили мне и говорят, отуча, а у вас что, калмыцкого языка нету? Я говорю, как, есть, знаем, прекрасно. а почему у вас все в элисте, я вот прогулялся, и говорю, да, все говорят на русском, а что ваша власть делает к этому, чтобы, ну, я рассказал, что мы вот стараемся, там, тот, тот, все провели, тот, а он говорит, а что власть ваша делает, почему она не решает те вопросы, чтобы вы, калмыки, знали свой язык? Я говорю, ну, вот, они ничего не решают, а он говорит, а зачем тогда такая власть нужна, зачем она нужна, гоните их отсюда, говорит, гоните, у нас бы, он вот так говорит, он так, по национальству так, это в Дагестане есть такая национальность, он говорит, таких надо убивать, сказал, это его, правда, слова, я, конечно, не склонен к этому, понимаете, он говорит, у нас бы, за это их уничтожили бы, как это так, вот попробуй, действительно, на Кавказе, скажи, что ты не имеешь права изучать свой язык, а у нас, хурал, поддерживает этот закон, соглашается, принимает, они не обязательно изучение родных языков, это как понимать, поэтому я вас призываю, еще раз говорю, призываю, всем говорите, друзьям, что без них, мы не решим этот вопрос, нам нужна масса людей, и там на площади, хватит, вот жена, спасибо за внимание, я, как ведущий митинга, хочу прокомментировать, тут было выступление, довольно пламенное, хорошее, и человек, по-моему, это сказал Эдуард, в Конституции России, действительно, написано, республика, государство, но к калмыкии, это не имеет никакого отношения, с 5 апреля, 1994 года, он там стоит, Семен Николаевич Атеев, я вот здесь стою, мы самое активное участие, тогда принимали, хотели остановить, этот народный хурал, хотели остановить, ильюжиного, они лишили нас, статуса республики, и в этом степном уважении, нашей так называемой, Конституции, написано, республика Калмыкия, субъект Российской Федерации, а вот, в Башкирии, в Татарстане, в Бурятии, у наших братьев, написано, республика Бурятия, государство, в составе Российской Федерации, то есть, по большому счету, мы уже больше 20 лет, живем в состоянии, просто субъекта Российской Федерации, и никто, пальцем об палец не ударил, ни народный хурал, ни главы, вот эти, которые меняются, понимаете, об этом тоже, об этом мы много раз говорим, по этому поводу, мы проводим, вот эти съезды, калмыцкого народа, не только мана кельне тускар, но мана там чин тускар, басэ, и я думаю, что, вот это, я просто, я просто прокомментировал это выступление, возможно, Эдуард просто об этом не знал, но, и в своей газете, я уже на эту тему несколько раз писал, а теперь, вот я что хочу, предоставить слово, хочу, человеку из Узбекистана, водею судьбы его занесло сюда, к нам в Калмыкию, вот Эйн Дизоксчана, вот он справа стоит от меня, Иман Маматкулов, хочет сказать, выступить перед вами. Здравствуйте, город Элисты, а я приехал из Узбекистана, города Ферганы, да, у нас то же самое было, у нас президент был, Ислам Абдуканевич Каримов, он тоже создал у нас демократию, и так что у нас насчет выборов, нет никакой проблемы. Выбираем, выбрали его, значит он, выбрали его, значит он, все, у нас комиссия там строго, у нас работает СМВ, ну у вас не знаю как, в этом, у нас тоже есть регионы, много, у нас 15 регионов, в Узбекистане, ну столица Ташкент, а регионы у нас очень много, тоже как Элиста, там, у нас допустим Куассай, там, допустим, Андижан, где машины выпускают, Нексы, вот, Чикагоевские самолеты выпускают, там, в Ташкенте, также в Иргане, у нас десантный полк, и в Афган отправляли оттуда, ребят. Ну я хотел бы сказать, в коротко, в двух словах, все в ваших руках, Элиста, в Старейщине, вы, в ваших руках, вы знаете, как это все происходило, вот товарищ тоже выступал, я за, за то, за его слова, которые здесь высказаны, спасибо. Спасибо жителям Узбекистана. Слово предоставляет Саббатру Барамангнаеву, лидеру местного яблок. Мэн Дефтер, здравствуйте. Мы живем в несвободном полуфашистском государстве. У меня есть мечта, что каждый из вас, присутствующих здесь, на этой площади, каждый из жителей города, города Элисты, каждый из жителей республики Калмыкия будет иметь полновесный голос, будет выражать свободно, не боясь, не оглядываясь на своих начальников власти, правоохранительные органы, волю, волю не только политическую, а волю, касающуюся его обыденной жизни, то есть в сфере ЖКХ, жилья, социальных услуг, медицинских, образования и так далее. Сейчас всего этого нет. Вы, живя на этой земле, являясь потомками тех людей, которые пришли сюда много веков назад, ничего не решаете. Вас лишили свободы, вас лишили всех прав, которые вам обещаны, продекларированы в Конституции Российской Федерации. Вы не свободны. Вы не свободны. И этому надо отдавать стопроцентный отчет. Вы знаете, что сейчас выборы, в принципе, в Калмыкии смысла проводить нет. В некоторых районах, в некоторых поселках даже голосовать люди не идут. Ну, придут, допустим, 20, 30 человек проголосуют. А в итоговых документах стоит цифра. 200 человек, то есть все жители этого поселка, которые зарегистрированы в этом поселке, но на самом деле там несколько десятков человек живут, а остальные разъехались. В Иллисту, Астрахань, Волгоград, Москву, на Севера и так далее. Но в протоколах будет стоять вот эта лживая цифра. То есть людям не нужно даже приходить на избирательные участки. За них все напишут. То же самое в течение многих лет происходит, может быть, в меньших масштабах, но и в Иллисте. Очень многие избирательные комиссии по сути дела подтасовывают результаты воли изъявления вас, граждан, жителей Иллисты и Калмыкии. Они ставят свои цифры по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией, с администрацией Республики Калмыкия и так далее. Конечно, этому нужно ставить какой-то барьер, преграду, бороться против этого. Но в условиях, когда вся система настроена на то, чтобы обманывать вас, народ, это сделать очень сложно. Тем более, у нас народ, откровенно будем говорить, не совсем солидарен, не активен, имеет не очень выраженную гражданскую позицию и даже национальную позицию. Здесь большинство Калмыков стоит. Но как безалаберно относитесь вы к своему государству, государственности, к Республике Калмыкия, к своим правам, к своим обязанностям по отношению к этой земле. Практически каждый из вас, за очень редким исключением, вы не хотите нести ответственность за эту землю. Конечно, в этой системе, когда нам навязаны вот эти надсмотрщики, надзиратели, мы не имеем возможности реализовывать свои мечты, желания, свои права. Один из предыдущих ораторов апеллировал к сотрудникам правоохранительных органов МВД, ФСБ, полиции и так далее. Но вы имеете в виду, что они тоже исполнители. Они жители города, жители Калмыкии. Но они не свободны. Они подчиняются своему ведомству, законам, инструкциям и так далее. И своим начальникам. А их начальники практически все руководство федеральных правоохранительных органов и силовых ведомств это надсмотрщики. И Батухасикова я рассматриваю как надсмотрщиком, который был послан в Калмыкию для того, чтобы удерживать калмыцкий народ и весь и все народы Калмыкии в узде. Чтобы мы подчинялись этим писанным карманными депутатами законам. Вот я с чем столкнулся? Я руковожу региональным отделением партии Яблоки. Наш список был недопущен к выборам депутатов Фалисинского городского собрания, потому что мы проводя свое собрание, свою конференцию, не учли некое процедурное правило. Мы провели голосование открыто, как собственно это и предписывает демократия. Мы вы сами выбрали голосовать открытым образом, не тайным, за наш список наших кандидатов, яблочников, хотя в нашем списке не только яблочники. И нас сняли с выборов. А все почему? Потому что законы писаны не нашими депутатами, не жителями Калмыкии. Вы не участвовали в обсуждении этих законов. Ваши представители не были допущены к выборам. Эти законы были написаны чиновниками различных федеральных ведомств. Затем они были вынесены на Госдуму, там приняты, потом Совет Федерации и подписаны президентом. То есть мы живем по законам, которые пишут в Москве. Люди, которые не учитывают наши особенности, наши чаяния, наши национальные традиции и так далее. Мне кажется, в этих условиях мы должны думать о том, чтобы писать свои законы. Когда власть поменяется, она обязательно поменяется, мы будем писать именно свои законы. Мы не будем жить по московским законам, потому что они противоречат не только нашим особенностям, они противоречат нашему человеческому и гражданскому естеству. Нам нужна свобода. После этого митинга я предлагаю пройтись до площади Ленина, до Белого дома, как это делают свободные граждане во всем свободном мире. Я беру на себя ответственность. Меня привлекут к административной ответственности эти халуи, но я предлагаю вам пройтись по нашей земле, по земле наших предков, не боясь, что нас разгонят дубинками или посадят, как в 2004 году в кутузки, призываю вас не расходиться, а после митинга пройтись по нашей земле до самой центральной площади. Если бы сейчас наши депутаты, вернее, в составе РГС прошли бы 8 сентября депутаты от народа, каким я рассматриваю Намсыра Манжиева, то мы изменили бы правила, например, превратили в некий заповедник площадь Ленина. Мы там не можем собираться, после 10 часов он закрывается. Что такое? Мы ничего не решаем. Бурулов, который в угоду Илюмжинову когда-то установил это правило. На центральной площади города мы не можем собираться. После 10 мы не можем на этой площади даже на скамейках посидеть. Еще раз обращаю ваше внимание. Мы не свободны на своей земле. Мы должны добиваться свободы. Я хочу, чтобы Республика Калмыкия получила самоопределение. Может быть это будет еще не независимость. Хотя к этому тоже можно было бы стремиться. Я хочу, чтобы каждый из вас имел голос, который учитывается властью. И вообще, чтобы именно вы формировали власть. Власть, от которой зависит все, что происходит на этой земле. К сожалению, вы знаете, система законодательства, система власти такова, что мы ничего не решаем, в том числе касательно нашей повседневной жизни. Вот, как я и сказал, в сфере ЖКХ, допустим, в сфере землепользования. Опять решают чиновники. Но эти чиновники тоже марионетки. Они выполняют роль своего начальства, который ставится из Москвы. Долой они свободу. Я за вас, вы за меня. И я хочу, чтобы нам цирь Манджиров был допущен к выборам, и чтобы народ калмыкии сделал свой весомый выбор. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мне очень приятно, что вот пришел, поднялся сюда на сцену и хочет выступить молодой человек Кирилл Матвенов, студент автодорожного технику. Я не знаю ни его взглядов, ни его позиций, но вот он пришел сам Добрый день. Я красиво говорить не умею, к сожалению, поэтому скажу так, как думаю. Сейчас мне 21 год, я уже по факту третий год голосую, 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 и ничего не происходит. Большинство моих друзей, которые сейчас вот исполнилось 18-19 лет, они, как на мой вопрос, идут ли они на выборы, они просто туда не идут. Они говорят, за нас уже все решили, зачем вообще шевелиться. То есть они уезжают из республики, они бегут. Я тоже вынужден вот сейчас доучиться и искать работу где-то на стороне. Кто останется здесь в республике? Старики и мои дети, похоже. И эти мои дети, да, тоже вырастут, я приеду сюда, буду смотреть за внуками, а мои дети уедут куда-то. Это, конечно, весело, с одной стороны. С другой стороны, Бату Сергеевич, вот я уверен, что эта запись дойдет и до него, я восхищался Бату Сергеевичем, когда он был бойцом. Вот боец, действительно, калмык, боец, занимал призовые места, был великим человеком, чемпионом, до тех пор, пока не пошел в политику. Вот, когда я увидел его, вот эту вот, новую фамилию Цагиров, хоть бы пробел там поставили, что ли, вот, меня это очень сильно разочаровало. Когда, вот, если посмотреть так, когда спортсмен идет в политику, ни к чему хорошему это не приводит. Взять хотя бы мэра Киева, Виталия Кличко. А оно к хорошему не приводит. Человек, который, извините меня, всю жизнь получал удары, ну, о чем он может думать? Он боец. Он боец. И вот, я не удивлюсь, если сейчас все он будет решать своими силовыми методами. Вот он боец, и у него куча бойцов. Я уверен, что вот сейчас, когда, если бы здесь собралось, ну, человек 400-500, здесь бы уже стояло вот так по оцеплению из Росгвардии. Кстати, немного о Росгвардии. Вы знали, что они, оказывается, имеют право не представляться, не показывать ни удостоверения, ничего. То есть, они могут просто подойти, ударить вас дубинкой и сказать, что вы нарушаете закон. Поэтому будьте аккуратнее с ними. Что касаемо выборов. В этом году я являюсь кандидатом от Коммунистической партии. И вот, я уже столкнулся с проблемой на том этапе, когда нужно собирать документы. Нужно собрать 10 пунктов документов. В каждом пункте еще по 5 подпунктов. То есть, если ты не успеваешь собрать эти документы или хотя бы какой-то документ тебе не подходит, то тебя просто выкидывают. Я уверен, что у Единой России такой проблемы нет. За них уже все собрали. Во-вторых, в прошлом году, я когда пришел на выборы голосовать, у меня получился такой интересный момент. Я в списках нашел своего погибшего друга. То есть, он как два года умер, и он есть в списках. Меня это удивило. Меня бы еще удивило, если бы он этот расписался. Вот это как анекдот есть, да, говорит, а мой муж уже проголосовал, проголосовал, два года умер, я его поймать не могу. Вот. Вот как у нас проходят выборы. В этом году я вот хочу вас попросить, чтобы вы, когда будете голосовать, вы голосовали не так, что против всех, главное, чтобы ему не досталось. Голосуйте за тех, кого считаете нужным. Например, потому что большинство сейчас голосует по такому принципу, что главное, чтобы Единой России не досталось. Проголосую я за ЛДПР. Ну, кто, вот как фамилия у этого ЛДПР-вца? Вышкворок. Ну, вот Вышкворок. Украинская фамилия. Что такое Вышкворок? Остатки от сала. Вот он, наверное, за оказывается оставит остатки от сала. Мы, вот я вот смотрю, Кичинировский район, которым управлял Номсер Манжи, да, у него были какие-то сложности, но не сказать, что сейчас там плохо живется. Там действительно поднялось производство, там есть какое-то землеводство, есть что-то, по крайней мере, в отличие от нашей кустыни. Когда я спрашивал в администрации, в молодежном парламенте, есть ли у нас земля, мне ответили, что земля уже чья-то. То есть, ни моя, ни ваша, она уже чья-то, она арендована. Нас даже не спросили. Выборы, в этом году выборы, они уже, сейчас вот был скандал с пиарщиками Бату Хасикова, которые писали, что они здесь с нами, как с баранами, понимаете? Вот они писали, что они с баранами, и если они почувствуют, что их потянет спасти скот, они уедут к другим баранам. Бату Сергеевич технично, быстренько от них открестился. Я их уволил две недели назад. Хотя это вот было в тот день, когда он уехал. Как он их мог уволить, я вообще не понимаю. Привез он этих Зайцевых. Зачем нам идти Зайцевых? Мы только что избавились от этого Казачкова. От Зотова, да. Ну да, с Бога от Казачкова избавимся. Ну сколько этот Казачков сидит? Так вот, уехал один, приехал другой. И все приезжие. Калмыкии, в руководстве республики Калмыкия вообще походу не сидят. Я не знаю, за кого голосовать вообще тогда, если вот сейчас вот у нас муниципальный фильтр. В Карачаево-Черкесии происходит волнение, в Кабардино-Балкарии, в Балкарии происходит волнение. Вообще отменяют коммунистов, отменяют оппозиционеров. Сейчас нас вообще отменят. Отменят свободу права. Вот я не удивлюсь, если вот когда я буду умирать, мои дети уже даже на выборы не будут знать, что такое. Они просто будут ходить и им будут новый губернатор. Вот как в царское время было, старого губернатора выпихнул, царь посадил нового. И этот царь, царь наверху сидит, ему вообще не волнует. Владимир Владимирович, вот если до него дойдет, я вот хочу спросить, он неужели не замечал никогда, вот вроде умный человек, что история циклична? Она повторяется. Если царь народу не нравился, народ просто брал винтовки и шел задвергать царя. Вот. И это испокон веков было. Царь вылетел, народ посадил своего царя. И этот зараза оказался. Его тоже выкинули. Мы терпим, терпим, да, но вот сейчас вот это Росгвардия. Вот я не понимаю, кстати, вот силовиков наших, они живут в нашей республике, маленькие, и вот это вот творят беспредел. Неужели они не думают, что у них тоже есть дети, которые тоже могут не разделять их взглядов. Вот это вот то, что сейчас выйдут, вот этот вот стоит, великое око. Вот. Я не знаю, как это позвать. Это уродливая машина. Спасибо. И вот действительно, даже сейчас вот мы хотим волеизъявление свое показать, что мы недовольны, мы на нас нагнали людей. Опять следят, опять вот как стадо и, как их называют, пастухи. Нас гоняют, за нами смотрят. Вот сейчас я что-нибудь неаккуратно скажу, меня тут же увезут. И попробуй меня потом найти. Я вышел на сцену сам. Меня не приглашали. Я вот что хочу сказать. Я молодой, мне 21 год, я сейчас заканчиваю обучение, я хочу остаться в республике. Я хочу остаться здесь. Я хочу, чтобы мои дети здесь выросли. Я хочу, чтобы выросли. Но как я могу вырасти своих детей здесь, если сейчас здесь сидит человек, который получает 100 тысяч, а я буду получать 10? Вот 10 тысяч. Это только на коммуналку. 10 тысяч рублей, это на коммуналку, строго говоря. Я вот сейчас подрабатываю дворником, знаете, у меня зарплата 5 тысяч. 5 тысяч рублей. Я за 5 тысяч, извините меня, каждый день хожу работать, и в то время Бату Сергеевич получает под сотню. Чисто под сотню. Только за то, что он есть. Он даже не губернатор, он в РИО, он получает такие деньги. Что опять касаемо выборов, я опять съехал с темы. Выборы. Если сейчас вот мы думаем о том, что ничего не решает, это не так. Если сейчас вот мы, люди, посадим своих наблюдателей, мы будем смотреть за этими выборами, а мы будем за ними смотреть. Уже начали, сейчас век интернета, сейчас ничего не спрячешь. Мы вот начали смотреть, в прошлом году, ой, на прошлых выборах сколько было вбросов, всех поймали. По факту. Очень многих наказали. Ну, деваться уже некуда, уже все доказано. Штрафы там огромные. Поэтому я хочу сказать, вы не бойтесь, вы говорите. Если вы недовольны, говорите. Если вы хотите, голосуйте. Голосуйте не так, что всем назло и за него. Голосуйте так, как вы хотите. Если вы видите человека, который действительно что-то хочет менять, значит, надо. А не так, что, чтобы Бату Сергеевичу не досталось, я вон за жбы шпарка проголосую. Я вот сейчас, прошло, правда, больше, чем полчаса, прошло, по-моему, час, наверное, с начала митинга. Я вижу, вернее, не вижу здесь ни Наталью Манджикову, ни Петра Вышкварка не вижу. Я не знаю этого Бадгаева. Вы здесь, если Бадгаев, вы здесь, откликнитесь, пожалуйста. Я не вижу Мачаева Батра. Я не вижу Бату Хасикова. Вот из всех кандидатов здесь присутствует только нам сыр Манджиев. Вот. Видимо, он счел нужным откликнуться и прийти. Поэтому я хочу спросить, если нам сыр Викторович Манджиев есть ему что сказать, может быть, он сюда поднимется и скажет пару слов. А пока, пока я предоставлю слово пенсионерке Валентине Горяевой. Уважаемые земляки, я человек личный, да, но вот то, что творится в последнее время, вынуждает меня не стоять вот в тени, да, а выйти и поделиться с вами своими размышлениями. Вот сегодня утром, когда я собиралась идти на митинг, ко мне подошла моя соседка, ей 82 года. Она говорит, у меня болят ноги, там, наверное, нет скамеек, я не могу пойти, но я так бы хотела. Передай, пожалуйста, какие-то вот мои слова. Когда мы вернулись в Сибири, она сказала, здесь была такая разруха, говорит, никому не нужна наша земля, никому не нужна вот наша Калмыцкая республика, кроме нас самих. Поэтому давайте не будем равнодушными. Я вас умоляю, я вас просто прошу, поговорите дома, поговорите с соседями, объясните всем. Я вот прочитала последний номер «Белестинского курьера». Вы знаете, там все чаще, вот, ну, с этой газеты, да, у меня в душе вот такое проснулось. И я думаю, что многие об этом думают, что могут с нашей республикой сотворить то же самое. Вот вы понимаете, какая это будет трагедия для нашего народа, если мы лишимся своей республики. Я хочу сказать, что вот укропнение у них там какое-то там, хотят объединить нас там с той, с той областью, извините, пожалуйста. Той области, да, у них свои проблемы, им не нужны наши проблемы, им не нужен наш народ, им не нужен наш язык, не нужны наши будущие детей наших. Что же мы молчим, стоим, что мы уже вот сидим дома, почему? Вот это меня, знаете, убивает. Ну, как это так? Я вот долгое время работала в Сибири, уже в наше советское время, во время вот строительства БАМа, да, и вы знаете, вот люди, да, в Сибири более активные. Мы же прошедшие, почему вот мы не сохранили память, вот я тоже родилась в Сибири, почему мы не сохранили память, боль наших родителей? Вы понимаете, они, вернувшись сюда, голодные, не одетые, не обутые, строили вот это все, что нас окружает. Почему наше поколение, почему наше будущее, вот наши дети, почему об этом забывают? Давайте вот не будем просто придем. Я вот когда шла сюда, да, я думала, здесь полная площадь будет народу, что нам не нужны честные выборы, что нам не нужны изменения. Я вот не знаю, вот когда мы работали в Сибири, да, это случилось, как раз выбрали Кирсана. Я вернулась, вот в этот момент я вернулась домой, я думала, начнутся какие-то преобразования, вносила какие-то предложения, хотела, чтобы улучшила жизнь у наших людей. Нет, власти это не нужно, я так поняла. Потому что то, что писали, все, Белый дом, эти бумаги терялись, никто не принимал никаких мер, чтобы там что-то изменить для народа, чтобы сделать. Они набили свои карманы, они улучшили свое как бы состояние, благосостояние и уехали. Прекрасно, знаете, живут за границей. Многие так, мы вот знаем многих из наших земляков, которые были у власти и теперь живут прекрасно за границей. И что же мы делаем? Мы сами потворствуем этому. Я вот смотрю, всегда по интернету показывают, по телевизору, да, вот что творится во Франции. Там люди отстаивают свои интересы. Почему мы молчим? Почему мы стоим и думаем только о себе? Вы знаете, вот когда-то было написано, при молчаливом согласии творятся вот эти вот безобразия. Давайте не будем молчать, давайте будем говорить об этом. И я вот согласна. Надо говорить не здесь, в парке, где нас никто не слышит, надо выходить туда, надо создавать, я уже согласна, пусть меня арестуют, меня уже в 2004 году, в то время был министром МВД Гиндеев. Вот вы знаете, меня, женщину, да, схватили, потащили, хотели бросить, вот это только за то, что я заступила со своего мужа, которого полотли, вот он был в оппозиции, да, в машину. Я ему повернулась и сказала, вы герой России, вы калмык, что же вы с женщинами-то воюете? Во все времена у нас женщина, мать, у калмыков считалось это почет, правильно? И вот вы знаете, вот я ему прям лицо сказала, как бы быть генералом, вы неправильно живете. Вы знаете, вот нам, хотя бы я уже не знаю, если наших мужчин сажают, да, давайте женщины будем выходить, давайте выйдем на площадь, давайте будем говорить им об этом. Я однажды тоже выходила в одиночный пикет, потому что мне это уже надоело. Я не знаю, до каких пор, сколько у нас терпения в народе, я не знаю, сколько мы будем ждать все это, ой, вот завтра станет лучше, да не станет лучше. Вот я вот сейчас, как-то вот, да, как спортсмену я тоже уважала Варту Хасикова, он как бы поднимал, ну, показывал всему миру, что есть такой маленький народ, в котором вырастают такие сыновья. Сейчас я в нем разочарована. Вы знаете, вот, не может он. Ну, я вот вижу по его делам. Я вот думала, первое время даже хотела взять там книгу, вот «Судьба человека», «Судьба Калмыка», вы, наверное, читали, Григорьев вот написал, две книги в двух томах. Я ее прочитала, вы знаете, я плакала. Это как раз о жизни наших родителей в Сибири, о том, как нас унижали, как над нами издевались, там прям русский человек об этом пишет. И вот вы знаете, я хотела даже взять эти две книги, да, и пойти к Бату Хасикову. А кто меня туда пустит? Вы знаете, там им это не надо, им наша судьба вообще не нужна. Вот он приехал сейчас, его назначили. Он будет отрабатывать то, что вот, как бы, доверие, которое ему оказали. А то, что люди здесь умирают, то, что дети болеют, то, что здесь у нас экология ужасная. Вот недавно, я живу на частном секторе, да, прошел дождь. Вы знаете, какая вода была? Я собирала дождевую воду, хотела цветы поливать комнатные. Вода превратилась, как будто туда кто-то накидал морданцовки. Это о чем говорит? Это ужасная у нас экология. И все тихо, никто не поднимает эти вопросы. И я вот считаю, что, и все чаще, я говорю, меня еще вот это волнует. Отдадут нас Астраханской области, отдадут нас Волгоград. О, нам будет лучше. Да не будет лучше, будет хуже. Я вот вам точно говорю, потому что вот эта 82-летняя бабушка, она мне сказала, нигде нам не будет лучше, чем в своей республике. Так что вот люди, я не знаю, об этом стоит задуматься, потому что все чаще это звучит. Ну а за выборы, что я хочу сказать? Вот я не знаю. Я лично вот считаю, что нам сыр, Манджиев достойная была кандидатура. И я не знаю, как об этом донести Батухаскову, ну уже не знаю. Конечно, к нему меня не пустят. Я бы пошла. Я бы поговорила с ним вот так в лицо. Что же вы делаете? Почему? Я даже вот, когда вот это все было, начать сам, думала, соберет людей, ну, наиболее таких, как бы, просвещенных, что ли сказать, культурных, интеллигентных, ну, достигших многого, и скажет, я вот хочу, допустим, сделать все для своих людей, для своей республики. Давайте вот поговорим на эту тему. Я считаю, руководитель должен так делать, идти к народу, как в свое время городовиков Басан Басан, Басан Бадминович. Все его уважают, и вот до сих пор о нем светлая память у людей. Правильно? И я хочу сказать, вот Бату я так считала, вот так считала, думала, он сделает так. Я думала, он предложит, вот нам сыру Манжиеву, да, он человек, который разбирается и в сельском хозяйстве, и в промышленности. Я читаю его статьи, они очень грамотные, они очень много говорят нам. Однако этого не случилось. Я думала, он предложит, допустим, ему, ну, если не конкуренцию, вот такую, да, который, конечно, его, мне кажется, даже и не хотят допустить. А хотя бы, допустим, зачем нам этот Зайцев, который вообще не представляет, что такое калмыцкий народ, и чем мы тут дышим и живем. А вот предложил бы, допустим, председателем правительства назначить нам сыра. Он больше разбирается. Пусть Бату Хайцев у него набирается опыта. И, видишь, и у нас бы обстановка наладилась, и люди бы, может быть, дружнее стали бы, и вот так бы не боясь, не шарахались, бы не сидели дома. И вот хочу сказать, может быть, вот пусть мои слова дойдут до Бату, потому что к нему лично не пробиться. А вот хотя бы вот через посредства вот этих, которые записывают, как их там, наши органы, да, и я хочу сказать, пусть донесут ему чаяния народа, люди так думают, если ему это интересно. Интересно, конечно. Все у меня. Спасибо. Нам, сэр Викторович, поднялся на трибуну, я передаю ему микрофон. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы, ну, больше всех сегодня интересует вопрос, смогу ли я пройти фильтр муниципальный. Как обстоят вообще дела с прохождением фильтра? Мне, мне, все блокирует, во всех районах. И я уже говорил на конференции, даже на уровне сельских муниципальных образований депутатам рекомендуют с большим ударением не отдавать мне голоса. Но, тем не менее, мы собрались больше 140 голосов, вернее, подписей депутатов районных и муниципальных образований. Вот. У нас есть один спорный момент по уровню районного. Я думаю, что мы в судах это выиграем. И в конце концов, с большим трудом, может быть, с опозданием до месяца, я думаю, меня заегистрируют. Вынуждены быть заегистрируют. Поэтому всех людей, которые болеют за меня, всех людей, которые поддерживают, я прошу особо не волноваться. Вот. Мы будем делать свое дело и, я думаю, добьемся. Потому что резонанс это будет иметь большой. и здесь, в республике, и в России. Потому что со мной стоит партия, поддержка лично Зюганова. И вместе, совместными усилиями, я думаю, этот вопрос решим. Конечно, с большим опозданием и у меня не остается времени на поездки по нашим селам, районным центрам. но я думаю, что мы до этого уже объездили больше 50 сил, есть задел определенный и есть молва, есть сарафанное радио, которое у нас иногда даже лучше работает. Но я надеюсь, что прорвемся. Вот меня порадовало выступление молодого парня, вот Кирилла Матвинового, человек, который свободно говорит, думает и говорит то, о чем думает и чего хочет вообще в жизни. это самое главное. И дела тоже его не отстают от мыслей и слов, потому что он участвует в пикетах, вот недавно от комбарта участвовал в пикете и небольшой конфликт там вышел. Вот побольше бы нам такой молодежи, которая имеет собственное мнение, умеет на нем настоять, сумеет его отстоять и тогда будет результат. Будет то, к чему мы стремимся. И первое, что я вот в своей деятельности сделаю это, дам свободу. Дам свободу во всем. В свободе выбора, свободе высказывания собственного мнения, собственных позиций, действий на благо республики. Я дам свободу продвижения всем людям талантливым, результативным, люди, которые работают и эффективны в своей работе. Для меня абсолютно не важно. Вот тема овусизма сейчас поднимается в связи с последними выборами. Для меня абсолютно не важно, Торгут, Бузах или Хошур. Лишь бы человек имел желание, имел профессионализм, достаточную подготовку для того, чтобы работать и выдавать результаты полезные для нашей Калмыкии. И такие люди всегда найдут место. Это я вам гарантирую. И вот молодежь, особенно те, которые вот так думают, как Кирилл, это будет наша перспектива. И я надеюсь, что мы укрепим ее. Что касается остальных вещей, все это проистекает из первого. Если мы будем свободны, в свободных своем выборе, в свободных своих мыслях и действиях, то все остальное придет. Многие говорят, нам, сыр, почему ты настаиваешь, Путин назначил Бату, он будет его поддерживать, но мы видели, что при Орлове приезжал сюда и Медведев, не то, что министры, которые сюда зачастили, приезжал Медведев, приезжал сам лично Путин, они поддерживали Орлова, и что мы имеем? Нас что, забросали деньгами, нам предложили интересные проекты, нам помогли их реализовать, мы даже и те деньги, которые нам выделили там, вот скажем, на Левокумский водопровод, мы с успехом их растащили по углам, поэтому, пока мы не наведем у себя порядок в доме, пока мы не научимся работать, пока не научимся ответственности, и пока не будет создана обстановка, когда нетерпимая для воровства, для лизоблюдства, для коррупции, ничего мы не дадемся, никакие деньги извне, мы их всегда успешно разворуем, как обычно это делается, поэтому, пока мы не наведем у себя порядок, надеяться на то, что нам помогут, нет, никакой надежды, пока мы не создадим себе собственную репутацию, репутацию деловой республики, где все средства осваиваются, используют для людей, и где все люди настроены на создание и на результат, где нет места воровству, вот тогда нас будут уважать, и тогда нас будут почитать, и считать нас за хороших партнеров, о России тоже нужны хорошие субъекты, в которых гарантируются те вещи, о которых я говорю, поэтому я буду стараться, более того, я добьюсь того, чтобы такая обстановка в республике созидания появилась и укрепилась, эта задача, мы ее должны выполнить, выполнить для себя, для своих детей, для будущего поколения, для будущих поколений, и тут у нас другого варианта нет, времени нет, некоторые говорят, время пришло, а я говорю, времени нет, потому что мы уже настолько опустились, что сегодня просто надо на последних жилах вытягивать ситуацию. Ну, то, что я хотел вам сегодня сказать, спасибо. Спасибо за поддержку, спасибо что вы пришли. Обычно здесь всегда бывает больше милиции, чем полиция, вернее, больше, чем митингующих, и что-то сегодня какой-то сбой произошел. Сбой произошел, потому что не работает аппарат, не работает аппарат республиканский, не работает аппарат городской, поэтому, я так думаю, сбой произошел. И это вот показатель того, что не в привычной форме все это организовано. Вот, что касается спойлеров, сегодня им раздаривают голоса, так же, как в Ленинграде, в Петербурге, трем вы читали и смотрите, по телевизору-то, правда, не показывают, но в интернете, и читаете в газетах о том, что трем спойлером, даже одному на дом принесли, Бортко, поддержку депутатов, то есть муниципальный фильтр обеспечила сама власть. И сегодня я один продираюсь сквозь эти трудности, собираю подписи, и спасибо большое, что такие люди есть, они подписываются, несмотря на то, что на то давление, которое им оказывается, а препятствия нам создаются повсеместно. Мы привозим людей к Натальеву, перед нами закрывают двери, говорят, мы закончили работу, второй раз приезжаем, закрывают перед нами двери, у нас отключен свет, или у нас зависла программа, вот такие оттягивают, а мы же везем за 20, за 30, за 50 километров депутата, для того, чтобы он нам отдал подпись. Поэтому, но тем не менее, я не жалуюсь, я просто это для свидетельства того, что так работает власть. А спойлером действительно привозят подписи на дом. Кто поверит, что больше люди расположены к Вышпарку или к Мучаеву, которых вообще никто не знает, или к той же Манджиковой, а я не могу собрать подпись. Никто этому не поверит никогда. Меня достаточной степени знают в республике и поддерживают, и несмотря на это давление, я получаю эти голоса. Это люди мужественные, которые подписывают мне листы, и большое спасибо за это. Спасибо Вам за то, что Вы пришли, потому что сегодня мы живем в страхе, и первое, что я сделаю, это освобожу людей от страха. И действительно, я предоставлю центральную площадь для митингов в любое время. Я запрещу чиновникам вешать там портреты главы. Вот если там после 4-5 лет, как ушел глава, повесил его где-нибудь один портрет, я, конечно, буду уважать таких людей. И тех, которые повесили, и человека, изображение которого повесили. Значит, он достойный. Мы уйдем от всего этого старого негатива и создадим новое общество. Свободное. Спасибо. Больше выступающих, пока желающих нет. Каким образом происходило вот это вот достоверно, дойдет достоверная информация, вот о которой говорил здесь Миндяев, правильно? Достоверная информация о том, как происходили вот эти нарушения выборного законодательства, избирательного законодательства. Я обязательно об этом напишу в своей газете.